Традиционно жители Нефтекамска и близлежащих населенных пунктов для массового купания в проруби выбирают каму. Здесь собираются тысячи людей, чтобы окунуться в освещенную воду. До праздника остались считанные дни, и уже сегодня на реке ведется подготовка купелей. Павел Хохряков на протяжении 25 лет готовит и ордане. Сегодня делаем купель для погружения в воду. После освещения будет купание, и здесь будут палатки. Здесь переодеваться, раздевалка будет, женская, мужская, и погружение. Здесь будут две лестницы, и глубина должна быть соответствовать от метр сорок до метр. Вот здесь вот так вот метр, а уже там поглубже, там метр сорок. И это из года в год, из года в год это все делается. И у нас наработанный опыт, и уже знание дна, и все остальное, но все меняется каждый год. Купели всего будет две. Одна для купания, другая для забора воды в свои тары. Для того, чтобы избежать пробок, будет организовано одностороннее движение. Для этого сейчас ведется расчистка территории. Во время крещения будет организована работа буфета. Безопасность мероприятия будут организовывать все службы района. В январе традиционно проходит праздник крещения в селе Никола-Березовска. И, как правило, на данный праздник очень много посетителей, как верующих, так и просто посмотреть. И поэтому на сегодняшний день идет подготовка. Как на реке Кама, это вырубка иордани для освещения воды, так и купели, потому что очень много купающихся в этот день, несмотря на такие морозы. Также проводятся работы по очистке дорог, по очистке стоянок для машин, потому что ожидается очень много машин. Как правило, по прошлым годам это 4-5 тысяч за день машина проходит. И таким образом за безопасность отвечают очень многие организации. И тут хотелось бы сказать спасибо тем организациям, которые помогают нам в этом. Это и Белкам нефти, это и башни в добыче, которые помогают в очистке дорог, в очистке стоянок, в очистке улиц. Это и управляющая компания коммунальная, которая помогает в обустройстве лестниц, в пуску к воде и в купель. Это и ДРСУ, которые также помогают в очистке дорог. Ну и другие организации, которые отвечают за освещение этой нефтекамской электросети, потому что будет организовано и освещение в тёмное время суток, также будет организовано горячее питание. Для того, чтобы тоже большое спасибо тем организациям, которые будут этим заняты. 19 января в 12 часов дня настоятель Троицы Никольского храма совершит крестный ход и осветит воду, после чего начнутся купания. Для того, чтобы жители беспрепятственно могли добираться до храма из Нефтекамска, будут организованы автобусные рейсы. Расписание вы видите на своих экранах. Продолжение следует...